Украинцы обеднели, сколько можно купить продуктов за новую зарплату. Александр Охременко, экономист. Корреспондент, Украина. 21 марта 2018 года. По итогам 2017 года реальная заработная плата в Украине выросла на 19%. Это фактически рекорд по росту зарплаты за историю Украины. Но почему же тогда украинцы ругают цены и говорят, что им мало платят? Есть большое количество индикаторов для оценки уровня цен в стране. Это индекс инфляции и паритет покупательной способности и разного рода расчеты явного дохода украинцев. Но народ не всегда этим показателям доверяет. А что, если сравнить не саму динамику цен, а зарплату и цены? Таким образом, появится ответ на простой вопрос, а сколько можно было купить целые других товаров за среднюю зарплату в Украине в 2013 году и сейчас? Просто и понятно. Только ради справедливости. Перед тем как рассчитывать, вычтем из зарплаты налоги. Тем более, что в 2013 году они были ниже, чем сейчас, и расходы на оплату коммунальных услуг. Они действительно выросли больше всех других товаров и услуг. В результате получилась таблица, которая не может не радовать глаз простого украинца. Если сравнивать февраль 2018 и февраль 2013 годов, видно, что очень сильно подорожали цены на овощи в Украине. Казалось бы, что тут рост цены необоснованный. Но давайте вспомним, что в начале Майдана бездарный руководитель НБУ Валерия Гонтарева обвалили курс гривны. А для Украины, где большая доля импортной энергии и химии, это смерти подобно. В результате подорожали дистопливые минеральные удобрения. А без этого картошку не вырастешь. Но в данной ситуации на рост цен на овощи повлиял рост цен на другие более элитные товары. В далеком 2013 году украинцы больше могли себе позволить купить молоко и мясо, и поэтому меньше покупали овощей. А как только цены на мясо начали кусаться, украинцы решили схитрить и стали больше покупать овощей. Вот тут их хитрости простимулировал и рост цен. Украинцы теперь меньше могут купить и хлеба. Вот тут действительно больше всего заметна девальвация гривны и рост себестоимости зерна за счет рост дистоплива и минеральных удобрений. Были умники, которые пытались вырастить пшеницу без солярки и азотных удобрений, но ничего у них не получилось. И не получится, а солярки и азотные удобрения очень зависят от курса гривны, так как они у нас импортные и дешевле не будет. Что касается цен на бензин и дистоплива, то действительно украинцы стали в 2018 году более экономные, чем в 2013 году. Очень часто владельцы автомобилей ставят свой автомобиль на стоянку и катаются только по праздникам. А праздник – это день, когда есть деньги на бензин. Так все же что там с салом? Все очень четко и наглядно. В феврале 2013 года украинец мог купить на свою зарплату 83 килограмма этого украинского наркотика, а теперь на 24 килограмма меньше. Жестокие испытания выпали в судьбе украинцев. Без черной икры, размазанной на блинах, еще украинец может и проживет, но без сала нет жизни и веры в светлое будущее. Вот такая жесткая правда получилась, с цифрами и фактами. Редактор субтитров А.Семкин